Всем привет! Сегодня с вами снова я, Владимир, и это очередной полезный видеоролик у меня на канале, рубрика «Самые лучшие андроид-приложения», выпуск 79-й. Предыдущие эпизоды можно будет посмотреть по ссылке из закреплённого комментария. Сегодня вы узнаете, как слушать аудиокниги с Яндекс.Диска и получить доступ к неограниченному количеству бесплатных книг, озвученных профессионалами своего дела. Всё по-взрослому, закладки, перемотка, таймер сна и так далее. Ещё я покажу вам, как скрывать нескрываемые уведомления и сообщения от системы Android, и поделюсь очень классным дашбордом, который расширит ваш рабочий стол и упростит рутинные задачи. Именно так. Давайте приступим. Первая программа называется Tidy Panel. Работает очень просто. При первом запуске нужно дать разрешение на доступ к уведомлениям Android. Она автоматически перебросит вас в нужный пункт меню настройка Android. Если вы не согласитесь, то она просто не будет работать. Далее ждёте момента, когда появится надоедливое уведомление. В моём случае это сообщение от ленты виджетов MIUI. Самой лентой виджетов я пользуюсь, но вот всякие рекламные уведомления меня подбешивают. И я не исключаю, что есть какой-то хитрый способ, как их можно заглушить, но я его не знаю. Да и не хочу вникать в подробности, если честно. Потому что меня всегда вручает утилита Tidy Panel. Запускаем её и выбираем проблемное уведомление, которое не получается отключить с помощью системных настроек. Далее предлагается на выбор алгоритм, который будет использовать Tidy Panel. Уведомление можно блокировать по названию источника, либо по заголовку, либо по содержимому сообщения. И вот на примере ленты виджетов от MIUI. Ленты виджетов — это источник. Тормозить телефон — это заголовок. Title. У нас есть решение плюс изображение. Это содержимое сообщения. Body. Из-за системных ограничений Android некоторые источники блокировать нельзя, поэтому Tidy Panel будет просто их вскрывать из панели уведомлений. Как будто бы вы их сами смахнули. Я указываю триггер текст. Это лента виджетов. Теперь смотрим на панель уведомления, и надоедливые сообщения исчезли. Но если вы пройдёте в журнал уведомлений Android, то сообщения от ленты виджетов по-прежнему будут в их системных логах. Просто визуально для вас их больше не существует. Следующее приложение называется «Аудиокниги» или «Юнибук». Напоминаю, что ссылки на загрузку программ будут опубликованы в описании под видео и в закреплённом комментарии. Интерфейс программы очень простой, а сама она полностью переведена на русский язык. Её очень активно развивают, и если первая версия поддерживала работу только с Яндекс.Диском, то последняя итерация способна воспроизводить аудиокниги из облака OneDrive. Если же вы не храните свою библиотеку в облаках, то можно воспользоваться вкладкой «Сервисы». Здесь представлены, я сейчас без шуток, свыше нескольких сотен тысяч аудиокниг, озвученных такими именитыми чтецами, как Олег Булдаков, Анастасия Маркова, Страшные Истории или Александр Воробьёв. Авторов масса, и самое главное, весь каталог полностью бесплатен. Авторы приложения придерживаются следующей позиции, и я обязан её озвучить. Поиск книг осуществляется по открытым источникам, они не хранятся на серверах Unibook. Программа позволяет вам загружать аудиокниги на своё устройство. Также можно слушать их в режиме онлайн, не тратя драгоценную память смартфона на загрузку файлов. Но может быть такое, что в какой-то момент времени книга станет недоступна вам для прослушивания. Это значит, что аудиофайлы были удалены из открытых источников по просьбе правообладателя. То есть Unibook это своего рода онлайн-агрегатор аудиокниг. Здесь есть поиск по названию книги, разделение на жанры, фэнтези, фантастика и так далее. Есть поддержка плейлистов и возможность конвертировать папки из облачных хранилищ в полноценные аудиокниги. Алгоритмы Unibook автоматически прошерстят содержимое папки и рассортируют аудиофайлы в правильном порядке, чтобы вы могли просто расслабиться и слушать свои любимые аудиокниги. Unibook полностью бесплатен и не содержит в себе никакой рекламы. И последняя в топе, но не последняя в плане полезности, программа Panels, которая позволяет спрятать за границей экрана, по вашему желанию слева или справа или даже снизу, дашборд, где можно размещать виджеты, ярлыки приложений и кнопки переключателя. Например, я вижу баланс своего кошелька U-Money. Пользуясь случаем, хочу выразить отдельную благодарность своим патронам. Сергею, Альберту Джалилову, Михаилу Чернову, Александру Скачкову, Азрету, Чикаго, Диме Макарову, Владимиру и Вадиму Медведеву. Надеюсь, я никого не забыл. Если вы поддержали канал, то вам должна была прийти ссылка Invite в наш закрытый телеграм-чат. Если этого не произошло, то напишите мне в нашем основном чате, и я вас добавлю ручками. Сейчас же я перечислил всех участников моего спонсорского чата. Чуть ниже у меня расположена панелька со скриптами для работы с умным домом, на втором экране модуль тайм-трекинга, ярлыки для управления ПК и скрытая камера. А на последней вкладке я закрепил фрагменты сайтов, чтобы я мог отслеживать нужные мне курсы валют. Чтобы настроить все соответствии со своими хотелками, заходим в конструктор. Все, что касается внешнего вида, расположено в разделах набор иконок и вид. Первая настройка позволяет использовать паки с иконками, загруженные из Google Play. Вторая же отвечает за внешний вид и положение дашборда. Плюсик справа позволяет создать дополнительные панели. Если у вас уже есть ряд панелей, у меня они расположены слева, то новая панель к ним просто приклеится. Панельки делятся на несколько типов. Приложения и ярлыки, контакты, списки приложений и виджеты. Я использую только первый и последний типы. Ползунок сверху отвечает за размер панели. Четыре минимальный, семь соответственно максимальный. У меня стоит семерочка. Также под себя можно настроить размер шрифтов, отступ и количество срок текста под папками, либо под ярлыками с длинными именами, размер иконок и так далее. В дополнительных настройках Panels можно включить автозапуск программы при старте системы, определить форму иконок, затемнение фона и так далее. Опять же все это красивости. И чтобы никто случайно не добавил на вашу панельку дополнительные иконки или виджеты, все изменения можно заблокировать в настройках Panel. Пункт меню – заблокировать элементы. Полезно, если вы кому-то даете свой телефон. У меня такое происходит очень часто, так как мой аппарат настроен исключительно под меня, из-за чего люди просто в узомлении восклицают, как вообще можно пользоваться твоим га***дом, на что естественно я и вы знаете ответ. Android позволяет настроить все максимально под себя и под свои хотелки. За это его и любят. Ну а с вами был Владимир, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте палец вверх, и если вы не знаете, что написать, то просто напишите до конца. Тогда вы всегда можете рассчитывать на мою помощь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok